А у тебя там нету, да? Бакаева, да? Да, да. Нет, не Бакаева, а Хумбаева. А Хумбаева. Бакаева пересекает. Вот эти вот новые дома, по-моему, Надюшка там. Когда приезжаешь и говорит, он, вы знаете, кто я такой? Да нам наплевать, у нас чемодан одинаковый для всех. Для всех. На все случаи жизни. И мы не бомжей тоже не пожалеем ради спасения. Это человек. А они, вы знаете, кто я такой? Да нам наплевать. Пока мы обвели. Я с Минздрава. Иди, Ассуров, Минздрава. Держать. Двери закаливаются. Часто такое бывает, да? Да, часто. Вы знаете, ну и все. Самый главный врач, она все время работала, Ассана Викторовна. Она сразу же злилась, говорит, да какая разница. И человек передо мной, и все. А он министр, или бомж, или кто? Он человек. Он министр, или бомж. Продолжение следует... 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 У всех падениях самолетов тоже я. Я говорю, девичья память, у меня уже склероз, я говорю, нет, девичья память. Вот от Амбаева, когда на падении, тоже я была. Что же были? Первый день, да. Страшно было? Да, наверное, уже мне-то ничего не страшно. Все равно руки прозвела. Молодежь страшная. А это заметно, что страшно, коллегам? Вообще страшно, потому что они же не управляют. Они же, я не знаю, я их, конечно, не видела, но они же по машине бьют, они не понимают, что это скорая поля. Ну, многие, да, поезжали. Ну, потому что для сравнения, да, если взять у нас реанимационное отделение, ставка. То есть в среднем это 7-суточных дежурств плюс-минус. У нас на ставку зарплата выходит в среднем 13 тысяч сон. В России реанимация 100 тысяч рублей хватит. Здесь сразу больше. Конечно. Правильно, все так и будут уходить, а что здесь делать? Здесь только патриоты остаются, и все равно. Ну, как Галиб Василий, больше 40 лет работает здесь. На самом деле, она всю свою осознанную жизнь на скорой. А сколько врачей она воспитала? Она их, вот именно, что да, она воспитала врачей. Потому что, во-первых, опыт, знания. Она по любую часть, да, в реанимации может? Абсолютно. Когда приходят молодые доктора, которые, допустим, там только после ординатуры и не во время ординатуры, их стараются с ней ставить, чтобы она обучила, помогла. Я вот с заведующим говорил по поводу того, что, ну, если на каждый случай реагировать, очень прям эмоционально, чтобы он тоже вредно будет сказываться. А вообще есть же, да, случаи, которые печатаются прям или нет? Ну, на самом деле, помнишь всю каждую биологию. Но, вот допустим, если сейчас поступит вызов, ребенок температура, я не имею просто никакого права приехать туда, там, со скорбью на лице и обслуживать его в таком состоянии. Поэтому мы должны максимально абстрагироваться от этого и дальше оказывать, соответственно, помощь. Ой, я всему всегда рассказываю, я когда только пришла на скорую. Тогда я была ординатором второго года. Февраль, месяц. Ровно неделю отработала. И та смена просто жесть была. Пожар 4 пострадавших, 4 автонаезда, из них 2 биологии, повешенный, еще что-то там такое было. И в 4 утра нам дают вызов автонаезд. Матинка Чуй, Чую, ближе к ТЭЦ. Там уже милиция все обслуживает, и мы просто едем. И я смотрю, вот там же двойная сплошная, на этой двойной сплошной какая-то непонятная куча лежит. Ну я внимания вообще даже на это не обратила. Мы подъехали к самой машине, и я хожу, спрашиваю все, где пострадавший. На меня все смотрят, как на сумасшедшую. Я не могу ничего понять. Потом меня фельдшер ведет к этой куче, а это оказывается части тела больной. Разорвало ее. От удара ее просто разорвало. Я была в таком шоке, что я ничего у меня не могла придумать, как спросить, а где голова. Они мне говорят, в машине. Я пошла, и получается вот со стороны водителя к окну подошла, и как раз вот где эти педали, там лежала голова. Док, такие ужастики рассказываете. Я неделю жеревела. Я приехала на станцию, села на стул и начала плакать. После этого случая, да? Вот с этого вызова мы приехали на станцию. Я села и начала плакать. Я проплакала два часа. Меня никто не трогал, ну, потому что, как-то, наши-то все уже знают, понимают. Потому что для меня это был шок. Просто. У нас старые водители говорят, близко к сердцу не бери, говорят, заболеешь. Не обращай, говорят, внимания. Я поэтому сейчас уже, как-то... Когда смертят, когда начинают плакать, конечно, я здесь уже выдерживаюсь. Я разворачиваюсь, ухожу к сразу. Когда бывает в маршрутке едешь просто по городу, по своим делам. И допустим, а вот в этом доме я была здесь, такой-то случай был. И вот здесь я была, здесь такой-то случай. Ну, там же раньше, вот только построили домички. Ни у кого ограды нету. Она вышла, ну, ночь, ну, может, по 10 или что, не знаю. Раз, а у нее в коридоре картошку она купила, косили. На картошке какой-то мужик спит. Ну, она взяла, естественно, кого вызывает в этом случае. Ну, естественно, скорую помощь. Мы приехали, мужик спит и спит. Я говорю, да пусть спит. Ну, он шо, может быть, не нашел свой дом? Я тут, так как я, да, останусь туда. Я говорю, а мы куда его возьмем? Ну, пусть спит. Чего ты его тревожишь-то? Вот на все случаи жизни у нас. Он мне тут не нужен, выгоняйте его. Ну, выгоняй, он в другой дом пойдет, ляжет. Василия, помните, мы рассказывали, как у вас какая-то женщина бомжа забрала? Да, не бомжа. Он просто положительно одет, но пьяный. Зима. Мы никак не можем адрес-то уточнить. В этот отвезти бомжатник, ну, жалко, он одет хорошо. А две женщины стоят, причитают, причитают над ним. А потом мамы советуем, что никуда отвезти. Адрес не говорит, бомжатник жалко. Они говорят, а можно мы его возьмем? Да ради бога, куда завезти? Они говорят, вот сюда несите. Занесли, не знаю, чем дело закончилось. СМС. Занесли, не знаю, чем дело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА